Гол Кравцова отменили судье. Как далеко был бы Александр Овечкин от Уэйна Грецкий и его рекорда, если бы не два локаута, коронавирус и другие катаклизмы, отобравшие у него возможность наколотить десяток другой голов? Такими вопросами задаешься всегда, когда жалеешь об упущенных возможностях. Особенно, если упустил их не по своей вине. Вот и десяток матчей, пропущенных в этом сезоне Артемием Панаринем, несомненно аукаются ему и его команде. Если бы не тот самый скандал, инициированный Андреем Назаровым, Нью-Йорк Рейнджердс уже могли бы идти в зоне плей-офф, а не стучаться в дверь, преследуя Бастон. Да и у самого Хлебушка статистика была бы гораздо внушительнее. Наверствовать то, что Панарин упустил в отпуске, он начал буквально сразу после возвращения. Но сразу четыре подряд матча с Нью-Джерси, шанс сделать тот самый рывок. Особенно после того, как дьяволы устроили распродажу и стали походить на студенческую команду. Средний возраст бывшей команды Гусева и Куликова – 22,4 года. И далеко не вся молодежь там уровня таланта Джека Хьюза. Стоит ли говорить, что Рейнджерс разобрались с соседями без всяческих проблем? Двумя днями ранее сухая победа синерубашечников началась с гола Микки Зибанижада. На этот раз он выступил ассистентом, подарив гол Джейкабу трубе. На все про все хозяевам хватило 47 секунд. Дивилс оказались обескуражены. И тут в дело вступил Панарин. Для начала Артемий помог отличиться Раяну Лендгрену. Причем сделал это красиво, по-остецки. Передачу на американского защитника он отдал не глядя. Скидка за спину обернулась голевой передачей для Панарина и 2-2 и 0 для Рейнджерс. Но неприятности первого периода для Нью-Джерси на этом не закончились. Панарин проявил себя в высшей степени разнообразным игроком. На этот раз они вместе с Районом Страумом сделали все быстро и беспощадно для соперника. Артемий выстрелил из офиса Овечкина в лучших традициях Александра Великого. Итогового счета Рейнджерс добились еще в середине второго периода, после чего действовали в эконом-режиме. Кто поставил точку? Конечно, Панарин. И ему снова ассистировал давний напарник Пазену Страум. Вместе они буквально разорвали оборону Дьяволов. Игорь Шестеркин оформил второй в сезоне и второй подряд шат-аут. Причем на этот раз довольно халявный. Игроки Нью-Джерси бросили по его воротам всего 16 раз. Особенным матч против Дьяволов мог стать для Виталия Кравцова. В третьем периоде после его броска с передачи Павла Бучневича Шайба нашла путь в ворота, но Линди Раф взял челлендж. Ассайт сначала разглядел тренер Ди Виллс, а затем и судьи, отобравшие у Кравцова первый гол в НХЛ. Не сомневаемся, что все голы Кравцова за Рейнджерс еще впереди. Но если Виталий – будущая команда из Нью-Йорка, то Артемий – ее настоящая. Набрав три очка, Панарин сравнился по результативности с Анджи Копитаром, Николаем Элишсом и Джанатоном Юберда. Место нашего форварда в списке лучших бомбардиров – в середине второго десятка. Да только провел он на 10-12 матчей меньше конкурентов. А вот если пересчитать результативности Панарина с поправкой на количество матчей, он уже третий бомбардир лиги. Набирая 1,39 очков в среднем за игру, нападающий Рейнджерс обходит Натана Макиннона и Астона Мэтьюса, а уступает только сладкой парочке из Эдмонтона. Нам, как и фанатам команды с Манхэттена, остается только сожалеть, что сомнительная история о десятилетней давности помешала Панарину всерьез зарубиться с Кононом Макдэвидом и Леоном Драй Зайтлем.